Добрый день, уважаемый телезритель! Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите программу «Время действий». Программе уже исполнился один год. Поздравляю всех тех, кто принимает участие в создании программы, гостей и телезрителей, всех тех, кому интересна программа с этой датой. Давайте сегодня поговорим о самореализации, о ценностях современной культуры, о псевдоценностях, о развитии коммуникационной среды и о том, как это помогает человеку в жизни. У нас сегодня в студии гостя, которая уже не раз бывала в эфире. Выпуски с этим человеком, они всегда очень популярны и интересны. Это Наталья Грейс, предпринимательница, писательница, тренер личностного роста. Здравствуйте, Наталья! Привет, Анатолий! Вот у меня сразу к вам первый вопрос. Сейчас анонсируется выход iPhone 5. Как вам кажется, как влияет, по вашему мнению, развитие коммуникационной среды, социальной сети, приложения, смартфоны, видеосвязь, геолокации на умы молодежи? Анатолий, я всегда за прогресс, каким бы он ни был. Всегда за прогресс. И вот буквально сейчас в Москве делаю ремонт в квартире. У меня есть помощница, которая более продвинутая, чем я во всяких вот этих вопросах технических новинок. Она оп-оп на iPhone быстренько фотографирует, тут же отправляет мне на электронную почту. Через секунду я уже вижу, где у меня там как розетки проштроблены, как вода идет, где трубу случайно разрезали. Поэтому не могу сказать о влиянии на умы, а вот в плане технической поддержки и возможностей, конечно, прекрасно. То есть в плане быта намного удобнее? Наверное, наверное, в чем-то. Я не маньяк этих всех штучек, я вообще за простоту, но в принципе, почему нет? Наталья, вот вы часто рассказываете, очень интересная мысль у вас о самореализации человека. Вот скажите, как, по вашему мнению, насколько мощный информационный поток сейчас помогает понять быстрее себя людям, молодым людям? Информационный поток, ну, стал он, конечно, очень огромным. Иногда просто мозги пухнут от того, как много приходится переваривать, и информация наваливается. С одной стороны, это хорошо, больше приходится думать. А с другой стороны, эта информация немножечко не та. Да, то есть в ее шквале очень бывает трудно сориентироваться, и кроме усталости это ничего не дает. Сейчас современный человек должен, мне кажется, фильтры ставить, выискивать нужное, слышать главное, умение находить ценное в груди информационного хлама. Вот если сравнить механизмы самореализации, которые были когда-то, 30 лет назад, и сейчас, что изменилось, по вашему мнению? Вот СССР 30 лет назад, партия, значит, Октябренок, пионер, комсомолец, партия, завод, сейчас. Вопросы самореализации очень тонкие. Можно говорить, скажем, о самореализации рабочей, самореализации в профессии, в труде, а можно в социальной, да, самореализации. А можно говорить о самореализации в семье, в личностной самореализации, в общении, в дружбе. О какой самореализации идет речь? Какая самореализация, как вам кажется, сейчас особенно популярна? Потому что мне сейчас кажется, что слово «мода», оно как никогда имеет высокий вес. Нам везде навязывают сейчас, что успех равно деньги, деньги равно успех. Понятно, что человек, который ничего не добился и не в состоянии содержать семью и оплачивать основные какие-то потребности, наверное, должен быть признан неудачником. Но с другой стороны, повальная увлеченность молодежи прежде всего тем, что приносит доход и измерение людей, ранжирование людей по доходу, и даже иногда не по доходу, а по тому, какими брендами пользуются люди, как они могут пустить пыль в глаза, что на них надето. Вот это очень, мне кажется, гнилая такая сторона. В погоне за этим проходят годы, и уже потом не до самореализации. Человек активен где-то 10-15 лет, мне кажется, если он сформировался, вот уже в 35, в принципе, уже понятно, что с ним будет дальше, кто он, что он есть. Крайне редко люди в возрасте после 40 и старше резко меняют направление сферы деятельности, вдруг был никем и стал всем, все поменялось. Это единичные спорадические случаи, а в принципе, человек идет к этому планомерно. И если говорить о том, как было раньше, государство обеспечивало, конечно, человеку вот эту систему продвижения. После вуза предоставлялись определенные, вполне конкретные рабочие места, причем наиболее, так скажем, интересные рабочие места предоставлялись тем, кто лучше закончил курс. Лучшим выпускникам предоставлялись лучшие места в плане возможностей для обучения. Это были, как правило, столичные вузы, несколько регионов на выбор. То есть выбирал вначале отличник, владелец красного диплома, потом хорошист, потом то, что осталось, разбирали остальные, а некоторых посылали, как говорится, в принудительном практически порядке. И что здесь хорошо, что здесь плохо? Ну, плохо то, что нет свободы выбора, а хорошо то, что фактически любой человек, оказавшись на какой-то позиции, если он будет долго и упорно развиваться, двигаться в этом направлении, читать, что бы это ни было, он все равно достигнет высокого результата. Фактически, ну, фактически во всем. То есть речь идет об инвестировании количества времени в то или иное. В современном мире вроде бы выбор шире, вроде бы свободы больше. Опять же, шквал информации, каша в голове, постоянная реклама, впаривание нам брендов, отвлекающие вещи, очень много отвлекающих вещей на рекламных счетах. В фильмах, везде какие-то... Вот знаете, нужно кому-то, чтобы мы занимались шалупайками. То есть мы должны заниматься ерундой. Мы должны обсуждать ерунду, должны обсуждать мелочевку, мы должны смотреть Дом-2. А давайте спросим зрителей, зачем люди смотрят программу Малахова, как дерет дед Матвей с дедом Сергеем, выбивая два зуба. И зачем люди интересуются такими проектами, как Дом-2? Что-то, видимо, привлекает? При этом все говорят, что телевидение плохое. Вы знаете, процесс взаимный. То есть с одной стороны идет генерация тупизны, а с другой стороны есть те, кто эту тупизну поглощает. И чем больше люди поглощают эту тупизну, тем они больше к ней привыкают, и тем более она востребована. А раз она востребована, и смотри пункт номер один, то есть включается замкнутый порочный круг. Понятно, что СМИ всегда было второй властью, и фактически это обработка мозгов населения, и фактически все крупные источники информации сконцентрированы в одних руках, несмотря на то, что разные значки появляются. Это все сосредоточено на крупнейшие радиостанции, крупнейшие телевизионные каналы в одних руках, и политически они однородные. Курс на отупление. Кстати, говоря о политической однородности, сегодня уже день таких забастовок, и в Питере, и в Москве протестов, протестных митингов. Да, мы проезжали мимо Масковского поля, видели транспаранты. Вот скажите, переехали в Москву, чем отличается общественный климат купеческой столицы России от климата культурной столицы России? Москва и Питер разные, очень разные. Когда находишься в Питере, я много раз бывала в Москве, но я так эту разницу не ощущала. Сейчас мне кажется, что у нас в Петербурге практически все лица русские. Мы мононациональный город. А в Москве я могу сказать, что русских там осталось совсем немного. Там как-то стремительно темнеет. Москва темнеет. Ну, белые ночи у нас. Да. Но дело даже не только в этом. Как-то Москва кажется мне сейчас очень суетливой, захламленной по сравнению с Петербургом. Очень много всяких заборов, очень много каких-то нагромождений, контейнеров, разноплановых, безвкусных построек, куда-то суетящихся, спешащих людей. И вот интересно, в метро на красных шапочках надпись такая «Справок не даем». То есть в метро красные шапочки справок не дают. Они уже до такой степени задерганы, замучены толпой, что о каких там еще справках. Понятно, там можно подойти к специальному стенду, нажать кнопочку, спросить, когда ехать до какой-то станции. Но эти штуки есть не на всех станциях метро. То есть момент очеловечивания, он куда-то уходит в прошлое. Сервис в Москве крайне низкий везде. В ресторанах, в книжных магазинах, вообще в любых заведениях. Очень разительная разница в бизнес-центрах. То есть в бизнес-центре, скажем, одного и того же уровня, среднего или чуть ниже среднего. Если питерские намытые, чистые, светлые, проветренные, то там никто не будет заниматься отдиранием прилипших грязных полужвачек. И так снимут, и так возьмут этот офис, и так он на расхват, потому что рядом с метро. То есть вот общее ощущение какой-то запыленности, захламленности. И вот чего-то такого необъяснимого, что я еще не поняла, я еще не сформулировала для себя. Ну, Питер, я нежные к нему чувства питаюсь сегодня. Даже мне по одному булыжнику хотелось так вот провести рукой погладить, так Петербург немножко приласкать. Сколько не были два месяца в Питере, да? Да нет, меньше, но я езжу постоянно туда-сюда. Ну, вот нежные чувства он стал особенно питать. Я к нему стала испытывать. Наталья, а в чем особенность? Почему в больших сообществах людей индивидуум часто чувствует себя более одиноким? Вот в Москве огромная масса людей, в метро люди идут, смотрят в одну точку, такое ощущение, что если пройдет голый человек, его никто не заметит. Если он пройдет в костюме, в какой-нибудь огромной Бабы-Яги, его тоже не заметят. А маленький городок замечают все. Общаются между собой на площадках, во двориках сидят. Я иногда скучаю по маленьким городам. Я выросла в маленьком городке. И в доме, когда живешь в небольшом, все соседи знают друг друга по именам, и у кого какая жизнь. И всегда можно пойти к соседу, попросить соли, спичек, чего угодно, сахара, хлеба. Гости пришли, там нет чего-то, можно забежать к соседке. Иногда вот здесь я сталкиваюсь с ситуациями, даже у моих друзей, они не знают, как зовут людей, живущих с ними рядом на лестничной площадке в Москве. Они не в курсе, кто там за этими дверями. То есть идет такое вот отъединение людей, каждый в своем вот этом вот коробочке, в коробуленьке такой, в какой-то... Эффект толпы, эффект суеты, отсутствие общения, переход на общение через компьютер, большие расстояния, огромные пробки, огромный стресс накапливающийся. Говорят, что Москва – это город одной из встреч, город одного дела. Больше, чем одну встречу полноценно в день не провести, потому что, чтобы куда-то добраться, нужно потратить несколько часов, и добраться назад до дома, ты полностью выпитый, Москва забирает все силы. В Петербурге я теперь поняла главное. Есть такой теперь у меня лозунг. В Питере нет пробок, товарищи в Питере. Их просто нет по определению. То, что скапливается возле светофоров, это просто прекрасная возможность постоять, подумать, порыться там в женской сумочке. Пробок нет. Вы по-прежнему в Москве правильно паркуете машину? Движение СтопХам есть молодежное. Я был на Селигере, молодежный всероссийский форум. Говорилось о том, что наши люди, они на дорогах хамовато себя ведут, хамовиты друг в отношении друга. Я смотрел записи этих роликов. Самые смешные, а самые смешные там, где больше всего дерутся, как раз в таких больших резких городах. Не в культурных столицах. В Питере неинтересно смотреть. Там, значит, завязка 10 минут разговорная. И потом, если дерутся, тоже медленно. Еще 10 минут где-то под машиной. Видите, не было бы, если бы этих ситуаций, не было бы движения СтопХам, ничего бы не было. Было бы неинтересно жить. Наталья, а как влияют, кстати, еще социальные сети? Вот мое личное замечание, что благодаря социальным сетям вроде как бы общение стало больше с разными людьми. Ну, то есть мы начинаем общаться с теми, про кого мы уже когда-то, может быть, забыли. Всего там того, что бегаем по одной и той же дороге, да? И убежали от одноклассников, от одногруппников, от участников. Всех вспомнили в курсе событий. С другой стороны, те люди, с кем мы общались больше каждый день, на каждый день мы с ними, мне кажется, стали реже видеться, потому что можно там переписаться, обменяться фотографией, отправить какой-то там комментарий, не обязательно там лично встречаться, прям даже все обсуждать. Вот как влияют социальные сети на коммуникации людей между собой? Один мой знакомый сказал, вот сейчас говорят, вот люди практически не читают, они висят в контакте. Куда ушла вся духовность? Вот раньше люди читали, раньше люди общались, ходили друг к другу в гости. И он говорит, однажды придумают что-то, что будет еще больше обкрадывать человека, чем контакт. Пройдут годы, и люди будут говорить, вот раньше люди висели в контакте, они общались, узнавали новости друг о друге, а сейчас такого уже нет. Я не знаю, то есть к чему мы идем, и все, что востребовано, оно, наверное, имеет какой-то определенный смысл. Но, безусловно, я чувствую день более наполненным и более состоявшимся, более позитивным, когда я видела человека, как говорится, в 3D. Вот увидела, поговорила, не спеша, как-то вот замедлился ход времени. Потому что в контакте и вообще вот в интернете время летит как-то неосезаемо, как-то незаметно. И получается, что миллионы человека часов утекают туда, как в трубу, и день за днем они как штампованные таблетки, одинаковые. А человек живой, встреча, разговор, ощущения, оно всегда разное. Также вот игра, например, я сейчас пригласила одну женщину, гроссмейстера, занимаюсь с ней шахматами. Она мне очень интересные вещи рассказывает. Каждая встреча с ней, она, скажем, расскажет мне о Филидоре, был и музыкант такой, и он в свое время был как некоронованный король. Не было тогда еще международных турниров, но негласный король шахматный. И он сказал, например, что шахматы, пешки – это душа шахмат. И когда Маша мне рассказывает про эти вещи, каждая встреча как-то отображается по-особенному в моем сознании, в моей душе, в моей памяти. А когда сидишь в тренажер, играешь на компьютере, вроде запоминаешь какие-то комбинации, глупости какие-то свои лучше осознаешь. Но партия от партии не отличается чисто по осязательным и прочим компонентам. То есть, понятно, что я имею в виду. Живой человек – это огромная ценность. Я вот иногда на тренингах по телефонным переговорам всегда говорю, девчонки, живой человек важнее телефонного. Они иногда заставляют живого человека и кидаются время там подождите, а человек сидит, ждет, а телефонному человеку они уделяют звонок боятся потерять больше внимания. А живой человек важнее телефонного. А вы замечали, так, по-моему, все себя ведут. Если звонит телефон... Уже как рефлекс, ты как дрессированная собака. Нужно хватать или смс-кай. Хватать, бежать, отвечать. На самом деле... А по поводу чтения, кстати, хочу сказать, что просто читают много, но читают больше новости в социальных сетях, чем классику, например, Достоевского или Толстого. Я против Достоевского. Я считаю, что Достоевский очень депрессивен. Это мое личное субъективное мнение. И после того, как его прочитаешь или даже послушаешь аудиокнигу братья Карамазова, да после этого вообще жить неохота. Понятно, что гениальный человек вроде написал, но по остаточным явлениям реально, то есть ощущение прибитости, глубочайшей депрессии, в таких цветистых вообще деталях расписаны омерзительнейшие человеческие пороки, что ты погружаешься реально во тьму. То есть, не знаю, Достоевский для меня. Я тоже не поклонник Достоевского. Приблизительно те же эмоции. Что бы посоветовали из классики почитать? Да не буду я ничего никому советовать. Позитивно. Мне рассказы Чехова нравились. Я вот сейчас перечитываю Пикуля Валентина, мне очень нравится. Вообще, в последнее время меня очень привлекают магазины старой книги. Недавно я нашла записки Папа Гапона, которые даже неупомянутые в Википедии, 18-го года издания. Это, собственно, человек, который вывел к Зимнему дворцу рабочих на мирную демонстрацию, которая была расстреляна. И вот его мысли, его идеи, его ощущения, его видение ситуации, его переживания за рабочих, то, как его подает, скажем, ряд авторов современных, оно совершенно идет вразрез с тем ощущением, которое возникает, когда ты читаешь собственно слова этого человека о себе. Это потрясающе. Он описывает Россию, как огромного исполина, как великан. Он пишет, я видел сон, где огромный великан лежит и не замечает, как его рвут на части вороны. И этот великан Россия. Вот столько лиризма, столько глубокого переживания в человеке. Я была потрясена. Я читала, прямо у меня мурашки бежали. Наталья, мне вот кажется, кстати, что по поводу чтения, то, что люди читают больше новости ВКонтакте, допустим, не классику, ну, это можно соотнести еще с походом в кино на блокбастер, а не в музей, создают ситуацию, когда больше формируется, так скажем, поверхностных людей. Можно обсудить Дом-2, но никто не знает о том, что там случилось с Бородино в Отечественной войне, что там в нашей истории-то вообще было. Люди больше знают о каникулах в Мексике с канала MTV или с какого. То есть, вот это вот мишура, мишуринки вот эти вот, которые показываются по телевизору, их в голове много, а глобальных вещей нет. И вот у меня поэтому к вам рождается такой вопрос. Вы знаете, поэтому, например, ваша передача никогда не будет столь же мега популярна, как Дом-2, потому что массовое потребление, оно всегда очень... Это потребление дешевки, это потребление массового продукта, статистически выработанного. То есть, я всегда говорю, что я работаю не для всех, работаю не для большинства. Я работаю для меньшинства. Ну, что поделать? Ну, можно делать... Иногда меньшинство задает тон, большинство, большинство повинуется движением, велением, течением. Небольшими партиями качественный продукт, а можно, соответственно, производить масс-маркет. И некачественный. Ну, можно даже и некачественный. Вот что, по вашему мнению, является сейчас псевдоценностями? Ну, их очень много. Мне вообще кажется, что наша страна погрязла в вещизме, отвлекая наше внимание на то, что наконец-то можно там затариться сумками еды в магазинах, когда раньше не было ничего, и приобрести что-то для ремонта, и хоть как-то немножечко свободно вздохнуть, сосредоточиться на вещах и не думать о великом, думать о барахле. Вообще, большинство людей живет исключительно бытовым пластом проблем, мелким, бытовым пластом. И они ничем больше, в принципе, не интересуются. То есть, если удовлетворить вот эти вот базовые потребности, основные, покушать, одеться, айфон, еще тем более, если, и возможность купить автомобиль в кредит, нам больше вообще ничего не нужно. Вот примерно такое состояние ума и души у миллионов жителей нашей Родины. Я думаю, что люди больше думают о покупке айфона 5, чем, допустим, о планировании своей жизни. Ну, это может уже стать афоризмом. На самом деле, опять же, я сказала, если говорить, собственно, о продукте, Стива Джобса, Стива Возника и всех остальных, это потрясающий продукт, он и потрясающий с точки зрения скорости работы, и с точки зрения структурирования меню, и с точки зрения дизайна, и даже вот исполнительского мастерства, да, то, скажем, в каком-то смысле слова, это вещь произведения искусства. Это здорово, но ваши слова могут стать афоризмом, потому что, отвлекаясь на бусинки, когда есть только это, то есть человек может, современный молодой человек может не замечать более глобальных вещей. Меня вот, например, беспокоит. Ведь пустышкам нужны эти современные средства не для того, чтобы работать более эффективно или трудиться над каким-то мега-научным проектом или с большей скоростью посылать фотографии, там, скажем, с места раскопки, хотя для единиц людей и это тоже, а для того, чтобы показать друзьям на дискотеке, что у тебя тоже такое есть. Хотела сказать, что меня вот, например, беспокоит, что современная девушка, она знает лучше, из чего устроен бикмак, чем то, как правильно приготовить правильный домашний борщ. Я бы не стала, скажем, повально, огульно там всех объединять. Мне кажется, что в России женщины умеют готовить, хорошо знают, из чего состоит борщ. Ну вот, как-то так. Ну, наверное, тенденция есть, да, больше есть в ресторанах и меньше семейных ужинов. Наверное, есть. Кстати, при всем вот этом коммуникационном пространстве, информационных потоках, возможности познакомиться, посмотрите на то, что происходит в демографической ситуации. Вот почему вступают в браке позже, больше разводов, меньше детей. Вот вуз, выйти удачно замуж. Сколько у нас сейчас вузов? У нас никогда столько не было возможностей удачно выйти замуж, поступив в вуз. Сколько мест отдыха, ресторанов, кафе, всяких пельменичных, пончечных, пышечных, клубов ночных, брачных агентств, сайтов, порталов, суперсетей, знакомств, и чего угодно. Вот что делать Путину и как повысить рождаемость и надежность семьи, что делать людям? Я считаю, что я не должна отвечать на вопросы о том, что делать ему. А нам что делать? Это другое дело. Я могу только отвечать знаете, со своей как бы колокольник каждому легко давать советы. Тот, кто занимает определенную позицию, тот должен на этой позиции что-то делать. Я не могу отвечать за всех, не могу отвечать за большинство или меньшинство, могу отвечать только за себя. Мне кажется, что действительно в современном обществе, не только в России, но и в принципе семейные ценности потеряли ту значимость, которая была раньше. Опять же, есть и хорошие стороны в этом, и плохие. Плохо то, что не стало семьи как ценности, институт такой, да, своеобразный, как вот раньше была ячейка общества. Человек накапливает стресс. Многие люди, одинокие мужчины и женщины, они возвращаются в пустоту с работы, садятся перед экраном компьютера вместо того, чтобы с близким человеком проводить время или проводить его воспитание детей. Это плохо, но здесь есть и положительные стороны. Как ни странно, ведь женщина стала свободней, да, не так не так уж давно женщины получили всеобщее избирательное право. Если поинтересуетесь в интернете точными годами, когда получили женщины избирательное право в Европе, и 100 лет не наберется на самом деле, а в некоторых странах и 50 на самом деле, да, цивилизованных странах. То есть, раньше женщина могла путешествовать только с мужем, там, с мужчиной, с братом, с отцом. Она одна не могла пересекать вообще ни границу ни одного города, ее бы в поезд даже не пустили. Всегда документы ее хоронил муж, и фактически она при нем была как домашнее животное в плане подконтрольности. И постепенно происходит что? Мужчины делаются более женоподобными, женщины делаются более свободными, более независимыми, начинают зарабатывать деньги, перестают зависеть от мужского рубля, которое уже выглядит как подаяние. То есть, это же тоже механизм контроля хочу дам, хочу не дам, а вот ты у меня попроси, а вот ты вот мне продемонстрируешь, что ты как бы достойна того, чтобы тебя там финансировать. Женщины начинают уже совершенно себя иначе позиционировать. И получается, что если женщина может быть кормильцем, если она может зарабатывать, если она может, она может все, в том числе и выращивать детей без мужчины, это как неизбежное следствие приводит к тому, что выходят позже замуж и женятся, рожают меньше, больше уделяют внимание себе как ребенку, себя начинают самообразовывать, воспитывать, выращивать. И человеку кажется, если он себя не до конца еще сформировал, то как ему детей формировать? Ну и плюс, конечно, увеличивается все равно продолжительность жизни, увеличивается достижение медицины, и у человека появляется возможность позже выходить замуж, позже рожать, позже стареть и позже болеть и умирать. Это нормально. Это нормально. Ну и плюс демографические все эти ситуации, когда нас становится многовато. Ну вот. И как бы... Наталья, мне кажется, что у нас кроме демографической ситуации еще очень много всяких других сложностей. Я могу одно сказать, Анатолий, кому-то нужно жениться, выходить замуж и рожать, а кому-то нужно делать великие вещи, и для этого нужна жертва. Например, вот Никола Тесла, несмотря на то, что был красивым, галантным, интересным, харизматичным собеседником, говорят, у него энергия была такая, что человека, собеседника рядом аж мурашки по коже бежали, такая у него была аура лучистая. И он совершенно осознанно подошел к этому вопросу и сказал, я не имею права создавать семью, ужениться, встречаться с женщинами, потому что каждая капля моих сил нужна для того, чтобы служить науке. Умирал один в отеле Нью-Йоркер, содержал ли его друзья, жил очень бедно, но при этом он говорил своей секретарше, я выгляжу лучше всех на Пятой Авеню. Каждую неделю он выбрасывал перчатки, он их в химчистку никогда не сдавал, выглядел шикарно. Но спал два часа и все, что у него было, всю его энергетику, он вложил в исследование, подготовил фактически и приход сотовой связи. Морган давал ему средства на строительство башен, тех, которыми сейчас пользуются МТС и Мегафон. Наталья, у нас, к сожалению, 25 секунд. Вот что бы вы на этой ноте хотели бы пожелать нашим телезрителям? Я хочу сказать, что нельзя всех чесать под одну гребенку и кому-то нужно быть Николой Тесла, а кому-то нужно, как крестьянка Васильева, рожать 28 детей. Каждому свое. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях была Наталья Гресс, предприниматель, писательница и тренер личностного роста. Смотрите программу «Время действия», находите именно свой путь для реализации. Удачи вам и успехов! Информационные партнеры программы «Ленинградская торгово-промышленная палата», журнал «Профессия директора», бизнес-журнал и агентство «Бизнес новостей». Удачи! Продолжение следует...